Эти добрые люди Эти добрые люди Эти добрые люди Он командовал кавалерийским эскадроном Потом были полки, дивизии, корпуса, армии и фронты Он воевал в Первую мировую В Гражданскую воевал против Колчака, оборона Унгерна В Великую Отечественную против Адольфа Гитлера В июне 45-го именно ему Сталин доверил командовать парадом победы Маршал Константин Рокоссовский У нас в гостях историк Александр Шубин и Владимир Невежин Здравствуйте Владимир Невежин Выпускник историко-архивного института Доктор исторических наук Ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Автор книг и публикаций в том числе «Если завтра в поход» и «Застольные речи Сталина» Александр Шубин Выпускник Московского государственного педагогического института Доктор исторических наук Руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук Автор книг, монографий и публикаций в том числе «Десять мифов советской страны» и «Мир на краю бездна» Константин Константинович Шокосовский Он имеет польские корни У него отец был поляк, мать была русская Родился он в 1896 году По одним сведениям в городе Великие Луки По другим сведениям в Варшаве Но дело в том, что его отец был инспектором железной дороги И как раз вся семья жила в Варшаве Просто так получилось, что именно в тот момент, когда родился наш герой Все это произошло в городе Великие Луки И есть два документа, автобиографии самого Рокоссовского Два варианта В одной автобиографии он пишет, что родился в городе Великие Луки А в другой, что он родился в городе Варшаве В то время, когда он родился, Польша входила в состав Большей своей частью, в состав Российской империи И Варшава была русским городом То есть он как гражданин империи российской В 1905 году отец умер, у него сестра еще была Ему приходилось работать, он работал на тяжелой работе В конечном счете разные у него были специальности Самая тяжелая работа это каменотез Он уже в Варшаве у одного из своих родственников работал То есть человек был физически развитый достаточно Ну и вообще мы знаем даже уже и по более поздним портретам Ну высокий, да Высокий, красавец и достаточно сильный человек И когда грянула война, то он и там начал сразу Отличаться и личной храбростью, и умением Потому что ну храбрость она безуменнее часто приводит человека просто в могилу Но он в сражениях, сражаться начал в Польше Кавалерист и получил Георгия Получил две георгиевские медали То есть человек сразу доказал свою храбрость Ирокосовский 14-го года это лихой рубака И слава богу, что пуля пролетела мимо Он был так называемым охотником То есть в армии он ступил добровольно рядовым Дело в том, что он родился в 1896 году И когда началась Первая мировая война, ему было 18 лет Но там требования были такие, что не моложе 21 года брали В охотники или в добровольцы Поэтому когда он пришел на какой-то там призывной пункт Он сказал, что он родился не в 1896, а в 1894 году И он служил таком элитном и очень таком, так сказать По происхождению чуть ли не 17-го века Был такой драгунский каргопольский полк То есть он был драгуном Драгун это, конечно же, кавалерист Но он умеет действовать и в отсутствии своего любимого коня Драгуны – вид кавалерии в русской армии в 17-20 веках Предназначенные для действия как в конном, так и в пешем строю В России первый драгунский полк был сформирован в 1631 году К 1708 в России было создано уже 34 таких полка К концу 19-го столетия различия между отдельными видами кавалерии стерлись И в 1882 все армейские кавалерийские полки были переименованы драгунские В 1907 были восстановлены гусарские и уланские полки Принципиально не отличавшиеся от драгунских К 1917 году в русской армии существовали 24 драгунских полка Все они были упразднены в начале 1918 года Он отличился в боях, отличился не один раз И он был таким человеком, можно сказать, дерзким На виду с тем, что он обладал хорошими физическими данными для бойца, для рядового И он был храбрым человеком И прошел он от рядового, потом через ефрейтора И дошел он до офицера Все-таки он получил за свою храбрость Не только вот эти боевые награды, но и воинское звание Это, в общем-то, конечно, можно сказать, что большое достижение Можно сказать, что они же с Жуковым были погодки Жуков же тоже получил Да, Жуков потом служил в его подчинении даже То есть они так... Вообще очень интересно, как идет такое соревнование будущих маршалов Когда один служит в подчинении другого Потом наоборот, это и с Коневым вот у них бывали эти ситуации Но вот еще интересный момент Вот унтер-офицеры Первой мировой войны Когда посыпалась империя Когда стала разрушаться армия Именно на них держались потом вот эти вот островки Красной Армии Которые создавались в условиях, когда Ну и немцы вроде напирают еще и Брестский мир незаключенный Армия уже недееспособна Начинает формироваться Красная Гвардия И с другой стороны, это для людей был такой вот шанс проявить себя Неожиданно, ведь ты рядовым родился Значит, унтер-офицером умрешь Все-таки достаточно армия была Ну, уже менее аристократичная, чем раньше Да, но все-таки достаточно консервативная А здесь солдатские комитеты Он начинает делать политическую карьеру Он входит в эти комитеты Выясняется, а там нужно же говорить То есть выясняется все-таки, что интеллекты есть определенные у человека Не только вот храбрости и сила Когда формируется вот этот Карагопольский отряд Из остатков этого Драгунского полка То Рокоссовский возглавляет уже эскадрон То есть это соединение, которое... Это офицерская должность И с унтер-офицера вот этот скачок, конечно, ему позволил сделать именно революцию Потому что мировая война тоже, конечно, давала кадрам определенную все-таки волю Потому что была большая убыль офицерского состава Но это бы требовало вот того самого образования Несколько таких образовательных было бы барьеров Которые здесь были сметены И в итоге мы получили армию красную Которая состояла из двух групп людей Это люди с образованием, в том числе с военным Одна часть костяка офицерского корпуса А другая люди, которые проверяются на деле Вот Рокоссовский оказался человеком, который проверялся на деле И попал он вот в этот водоворот великого похода Красной Армии От самой Волги и до Дальнего Востока Это же представить себе, как пройти вообще это расстояние Мы на поезде его проехать уже не позволяем, самолетами пользуемся А здесь люди отступали и наступали Он участвовал во всех этих и неудачных операциях Пермская она была неудачной Приходилось и бежать Ну, благо кавалерия И он попадал в Заварухе, где достаточно тяжелые у него были и ранения В общем, это здоровье помогло ему дожить Ведь до его лет, до 68-го года А ведь сколько было за его жизнь тяжелых достаточно ранений Рокоссовский закончил четырехклассное училище То есть у него, ну, это надо понимать, что до революции Это очень высокая, так сказать Ну, средняя все-таки Для четырех лет очень высокая планка И по предметному принципу, и по охвату, так сказать, знаний Очень высокое, ну, скажем, образование И то, что вот сказал Александр Владеленович Можно дополнить его эти суждения Тем, что все-таки Рокоссовский был за свои подвиги Представлен к очередному Георгию И тут произошла революция Надо сказать, что он быстро сориентировался Он все-таки вступил в Красную Гвардию в 1917 году Ну, и в 1919 году вступил в партию И он вот этого, как бы, этой должности Этого звания командира отдельного там дивизиона Он как бы добился не тем, что он кого-то подсиживал А своим авторитетом, своим знанием дела И вообще о нем говорят И принято писать о нем И, в общем-то, в мемуарах И в книгах биографических каких-то очерках Что у него был определенный характер Спокойный и, если можно так сказать Гуманного отношения к подчиненным Но к врагам он был беспощаден Вот случай, который произошел с ним Ранение 7 ноября 1919 года Он получил ранение В праздник В руку, да Он непосредственно во время рейда В схватку вступил с генералом Вознесенским Николаем Северьяновичем Этот генерал выстрелил в Рокоссовского Ну, прямо как в кино Попал ему в руку А Рокоссовский сумел его зарубить То есть, кавалерист или драгон Говорить о том, что он был гуманен и к врагам Это сложно Некоторое время, кстати, интересно Он был иностранцем Вообще у него так в жизни интересно Что он вроде наш герой А родился вроде бы в Польше Или во всяком случае в полупольской семье А здесь он тоже опять оказался иностранцем Потому что советское правительство Решило создать буфер между Японией и РСФСР В виде Дальневосточной республики В которой правительство было многопартийное Но, понятно, все-таки скорее под контролем уже большевиков И армия была тоже своя И Рокоссовский выдвигается С одной стороны, все-таки еще остаются интервенты И Владивосток еще белый Но, с другой стороны, вот другая угроза Это барон Унгерн, который создал базу белого движения в Монголии Тоже очень интересная страница Такой нашей российско-монгольской И теперь уже дальневосточной истории Когда вот эта ДВР сражалась на два фронта И когда казаки начали атаковать из Монголии Территорию вот этой Дальневосточной республики То Рокоссовский, который в это время уже получил полк То есть он продолжает расти Противостоял им Кстати, сохранились интересно и негативные отзывы О его военном искусстве Что Рокоссовский начальник писал Правда, мы не можем сказать, насколько начальник объективен И вообще, кто он такой, чтобы писать о Рокоссовском Как мы сейчас можем сказать Но все-таки он отмечал, что очень дельный, опытный командир Твердый командир Но не всегда может контролировать многочисленные свои подразделения Подразделения были действительно разбросаны на огромные территории Но вот любопытно, что потом, зная о таких отзывах в свой адрес Он и работал над этим И мы знаем, как хорошо он уже контролировал огромные части В период Великой Отечественной войны Но здесь, в столкновениях с казаками, он снова был ранен И разгром Унгерна уже проходил без него Хотя с Монголией его судьба все-таки была И вообще с Дальним Востоком с этой поры Судьба была Его связана уже в составе Советского Союза Уже как советский командир Потом командующий Он участвовал Во-первых В конфликте на КВЖД Это очень такая сейчас, может быть, забытая Но очень важная страница Когда Советский Союз столкнулся с Объединенным Китаем Конфликт на КВЖД Или Дальневосточный конфликт Советско-китайское вооруженное столкновение Конфликт произошел в 1929 году После установления солдатами Чайн Кайши Деналичного контроля над Китайской Восточной Железной Дорогой Являвшейся совместным советско-китайским предприятием В ходе последующих боевых действий Красная Армия разгромила противника Заключенный 22 декабря Хабаровский протокол Положил конец конфликту И восстановил существовавшее до столкновения статус дороги Рокоссовский несколько лет Если не ошибаюсь, с 1926 по 1928 год То есть три года Был советником в Монголии То есть, что любопытно Потом ведь этот опыт и в Польше использовался Вот, к сожалению, не очень нашего тактичного присутствия На территории других стран Потому что Монголия в тот момент Это была, конечно, 16-я республика И распоряжались там, как хотели Надо сказать, что монгольских товарищей нужно было сдерживать И по части террора они превосходили советских товарищей И по части каких-то экспериментов над собственным народом И, ну, Рокоссовский в эти дела, конечно, не вмешивался Он строил армию Но распоряжался, конечно, как хотел И вот когда это потом в Польше Два десятилетия спустя произошло Это уже имело, конечно, эффект более негативный И отношение было совсем другое Хотя вроде бы свой поляк А тут Монголия Одновременно он учился Вот, действительно, закончил Сначала одни курсы усовершенствования комсостава Затем уже высшего НАЧ-состава И это был известный степень синтез от старого и нового То, что давала вот эта вот советская военная наука В 20-е, первой половине 30-х годов Но, к сожалению, тут прошла операция весна К сожалению, к счастью, я не знаю Потому что, конечно, эти люди недолюбливали, наверное Руководство коммунистической партии Как люди старой школы И совершенно другого мировоззрения Но вот прошла эта чистка Против, направленная против старых кадров Которая расчистила дорогу, кстати И выдвиженцам гражданской войны Некоторые из которых, как мы теперь задним числом знаем Были талантами и гениями военного искусства А некоторые из которых, ну, вероятно, не имели этих талантов Но они тоже были выдвинуты на первые Карьерные Посты, да, на эти должности И есть большая дискуссия Мы подходим вот к этой проблеме 37-го года Что если бы эти люди не погибли в чистке террора То они, наверное, прославили бы нашу военную науку И наше полководческое искусство советское Но это тоже не факт Когда человек попадает в мясорубку репрессий Я думаю, что выдержать Рокоссовскому помогло именно это Понимаете, когда, может быть, какому-то партийному работнику Дают в зубы такой вот мордоворот в застенке Это одна реакция Когда, может быть, какому-то командному генералу Маршалу замечательному Я не буду называть этих фамилий Они все на слуху Даже, может быть, угрозой этим идет Он ищет пути какого-то спасения Может быть, подписывает какие-то А Рокоссовский нет Он был сильнее их Потому что для него это было все не в диковинку Для него и боль физическая была не в диковинку И тут нужно было собраться и просто понять эту ситуацию Ну и смерти, наверное, пугать его тоже было бессмысленно Да, и смерть Он под смертью ходил не раз Сколько он раз был ранен? Значит, в гражданскую войну он два раза был ранен В 19-м и в 21-м Это тяжело ранен? Да, тяжело И уже в годы Великой Отечественной Очень тяжелое было ранение После окончания гражданской войны Как вы знаете Вот это ожесточение И поиски враждебного окружения Оно осталось в этом обществе В советском И в частности Была борьба против троцкизма Велась очень активно Потому что первым народным комиссаром По военно-морожским делам Был Троцкий И вот Александр Владимирович Тут образно нам Представил Когда какой-то следователь НКВД Бьет по зубам Партийного работника Можно сказать, что Ураковцовский был тоже партийным Деятель Ну, малого такого низкого звена Когда он учился в Ленинграде В высшей кавалерийской школе Или на этих курсах Кавалерийских У них в этой Кавалерийской школе В Ленинграде Была дискуссия О троцкизме И как раз командовал Этой школой Примаков Виталий Маркович Примаков Советский военный деятель Будучи гимназистом В 1915-м За распространение Антивоенных прокламаций В войсках Черниговского гарнизона Был осужден На пожизненное поселение В Восточной Сибири Освобожденный Февральской революцией Стал членом Киевского комитета Большевиков Являясь делегатом Второго Всероссийского съезда советов Во время Октябрьского переворота Командовал отрядом При взятии Зимнего дворца Участвовал в разгроме Мятежа Керенского-Краснова В 1918-м Сформировал полк Червонного казачества Во время Гражданской войны Командовал полком Бригадой дивизии Корпусом Был награжден Томиар Динами Красного Знамени С 1935-го года Комкор И командующий войсками Ленинградского военного округа Член военного совета Принаркоме обороны СССР Репрессирован Во время Большого террора В 1937-м Реабилитирован Посмертно В 1957-м В 1937-м В 1937-м В 1937-м И Примакова Тогда В 1966-м году Рокоссовский Вспоминает И с убеждением Говорит Примаков был троцкистом В 1966-м году Все уже прошло Прошло 45 лет А почему он был троцкистом Спрашивают его Представители Журнала Он был открытым троцкистом Пока эту фракцию не закрыли Почему Примаков был троцкистом Спрашивает В 1966-м году Посмотряю В 1966-м году Спустя 45 лет После событий Или даже более 43 года спустя И отвечает Рокоссовский Потому что у него был Портсигар Золотой И с надписью Ну подаренный Конечно Троцким Или по приказу Троцкого Лучшему Кавалеристу Мира Примакову И в общем До 1966-го года Ну конечно 1966-й год Надо же это представить Что это было еще Советское время Но мне очень понравился Этот ответ Потому что он У него был этот Портсигар Поэтому он Троцкист Значит Сложно было Сложно было ему Как поляку Вот говорили Что он был иностранец Во время существования Дальневосточной республики Но он ведь был иностранец После того Как в 17-м В 18-м году Вернее Возродилась Польша И он Характеристики хорошие А продвижения не было За Так сказать За кадром Оставалось Что он поляк А когда уже поляков Начали репрессировать То это уже была Большая опасность Для него просто Это 37-й год Репрессии По национальному признаку Но С 31-го года По 35-й год Кратковременно Он командовал 7-й Кавалерийской дивизией Имени Английского пролетариата И там встретился С Жуковом Жуков Георгий Константинович Был одно время В подчинении Наркасовского Но потом его отправили Опять на Дальний Восток Его не тронули Могли конечно Вот в этот период Как-то с ним Может быть Разобраться Я извиняюсь Может быть Это ему Отчасти помогло Но потом Его вернули И он Возглавил 5-й Кавалерийский корпус В городе Пскове Последний документ Который он получил Как командир корпуса Это Документы Связанные С делом Тухачевского То есть Объяснение Что вот Был военно-фашистский Заговор То есть Вот этот документ Был последний Для сведения После этого В августе 37-го года Он был арестован Он попал Вот под эту Уже Следующую волну Потому что Ведь как развивался Вот этот террор Против армии Сначала Сталин Пытался Представить Это удар По небольшой Группе Военно-фашистского Заговора И действительно Конечно Были серьезные Основания Считать Что там есть Оппозиционное настроение Сейчас этот вопрос Живо дискутируется В литературе Но Дело в том Что на этом Машина не остановилась То есть Она чувствовала Со всех сторон Уже угрозы То есть Если Тухачевский Убаревич И Кир Вот если такой масштаб Людей Предали наше дело То Уже какие-то мелкие Люди Ну чего с ними Тогда считаться И В августе 37-го года Пошел удар По людям Это кстати Не только в армии Но и вообще По всей стране Которые могли Представлять Какую-то Хотя бы Угрозу Те на кого Показания Это давали Во-первых Давали показания Но показания Это давали На всех подряд Не всех взяли На кого давали показания То есть Это было не автоматически Но у Рокоссовского Пересеклось Сразу несколько обстоятельств Во-первых То что он поляк А мы знаем Что пошли Разоблачения Так называемые Латышей Поля Все Вот какое государство Есть рядом Это все надо Вычищать Потому что неизвестно Во время войны А вдруг Они перейдут На сторону Или может Они шпионы И так далее Во-вторых Он некоторое время На Дальнем Востоке Служил под командованием Убаревича Иероним Петрович Убаревич Военачальник Командарм Первого ранга Гражданскую войну Командующий армией На Южном, Кавказском И Юго-Западном фронтах В 1922 году Военный министр И главком Народно-революционной армии Дальневосточной республики С 1925 года Командующий войсками Ряда военных округов Убаревич был осужден И расстрелян Как враг народа В 1937 году Реабилитирован В 1957 Мы сейчас знаем Что Рокоссовский Был человек Очень твердый В своих убеждениях Если ему что-то не нравилось Он ведь потом И при Хрущеве Когда знал Что это может быть И карьере его не очень Может помочь Высказывался Что собственно и было Да, поэтому Нельзя исключать Что в каком-то узком кругу Он тоже мог что-то высказать Что потом Легло в основу Каких-то обвинений Потому что нам сейчас Вообще трудно представить Мы сейчас люди Раскованные Мы говорим Друг другу И то, и это А дело Рокоссовского открыто Вы его Занимались? Его изучили Да, это дело вот какого плана Он Скажем Личность В некотором рынке Легендарная Потому что С его вот этим Пребыванием В НКВД И вообще с арестом Много легенд связано Одна из легенд Что Его держали Держали Действительно Очень сильно Истязали И чуть ли не Очень большой Как бы Такой чин Как Заковский Который в Ленинграде Он сидел в Ленинграде В крестах Но есть версия Что он сидел Его держали И на Лубянке И что его Выслали Главное На Колыму Или как-то Так сказать Туда на север И там он работал Каменотесом И некоторые Авторы Нашли Каких-то там Бывших охранников Которые После всех дел Там остались жить В Магаданской области И эти люди Вспоминали Какой он был Что он был Каменотесом Но на самом деле С августа 37-го года До марта 40-го года Он был В так называемых Крестах Внутренняя тюрьма НКВД В Ленинграде И тут Уже говорил Александр Владимирович Были у него В его Служебном Послужном списке Такие уязвимые моменты Как Действительно Служба Совместная С Товарищами Или не товарищами Которые осуждены Были расстреляны И так же Что он был поляк Его обвинили В том Что он Польский шпион И японский шпион Но что По поводу Японского шпионажа Там сложно все А вот по поводу Польского шпионажа Что Он был еще Завербован Когда Служил Вместе С неким Юшкевичем И вот Якобы показания Юшкевича Были самыми Главными И когда Уже начался Суд Где-то Как сам Вспоминает Рокоссовский В своем интервью 66-го года Только что Опубликованном Что его Долго держали Били Ну Потерял Девять зубов Три ребра Ему сломали И еще Били по ногам По пальцам Молотком Причем Молотком Да Это конечно Он никогда Не любил вспоминать Но это было реально И его Стали судить Но время-то было Уже не 37-38 А это был Видно уже 39-й год Судя по всему Но он вспоминает так Что это было После 18-го съезда То есть Это 39-й год И на суде Показания этого Юшкевича Были главными А он-то знал Что этот Юшкевич Его сослуживец По этому Каргопольскому полку Он погиб Во время Штурма Перекопа В 20-м году И он так сказал Я конечно себя Признаю виновным Но если так сказать Брать в качестве Свидетельства Показания человека Которого уже нет Ну суд Это он рассказывает Суд прервал Своё заседание И потом Председатель Вернулся в зал И сказал Что Это всё Так сказать Негодяй Этот Юшкевич И После Этого суда Через некоторое время Рокоссовского Освободили Ну что произошло В 41-м году В 41-м году Когда То есть продолжение Этого дела И этого Эпизода Этого Как бы Юшкевича В новом обличии Появление Наблюдал Рокоссовский В 41-м году Он командовал 16-й армией Самое тяжёлое Было время К нему К нему прислали 44-й Стрелковый корпус Командир Был Юшкевич Но не тот Поляк С которым Он служил В 17-м В 17-м 19-м году А это Военачальник Известный Ну командовал Армией Командовал После войны Приволжским Даже военным округом И Одесским округом После Жукова И конечно Когда Рокоссовскому Доложили Что прибыл Новый командир Корпуса Он его вызвал И спросил Вы меня никогда Не встречали Юшкевич Этот Сказал Нет Никогда Вы со мной Никогда Вместе Не служили Нет И тогда Рокоссовский Понял что-то И спросил Его Прямо А почему Вы на меня Дали показания Когда я Находился Вот такой Ну этот Человек Как описывает Рокоссовский Упал На колени Стал целовать Брюки Рокоссовскому Он его Успокоил И Этот Юшкевич Вообще-то Интересный человек Я посмотрел На его биографические Данные Он был советником В Испании В 17-м году И видно Потом Когда вернулся Его взяли Как свидетеля В оборот Он сказал Рокоссовскому В 41-м году Что меня страшно пытали И я подписал Какие-то показания То есть Что там было И что за собой Повлечет Он не знал Ну Рокоссовский Как человек благородный Сказал В 66-м году Что больше Я не встречался С Юшкевичем То есть Был Юшкевич На самом деле Но не тот Не тот поляк Который Так сказать Погиб И что еще Можно сказать Есть версия Что не только Так сказать В судебном заседании Была признана Невиновность Рокоссовского Но якобы за него Хлопотал Или просил Самого Сталина То ли Жуков Георгий Константинович То ли Тимошенко Тимошенко там И называют Тогда Должность Народный комиссар Обороны Тимошенко Но дело в том Что Рокоссовского Выпустили 23 марта 40-го года Все Его так сказать Освободили А Семен Константинович Тимошенко Стал Народным комиссаром Только в мае Спустя два месяца После этих событий Ну мог он Конечно Как-то Как герой Финской войны Мог он Конечно Сталина просить Но то что мог Просить Жуков Это вообще нереально Потому что Ну не так как бы Не тот пост Не та Не та должность Но Мне кажется Что вот Если есть Определение Человеку повезло Он родился В рубашке Вот Мне кажется Что Рокоссовскому повезло Потому что Такого уровня командиров Вот Александр Владимирович Об этом говорил Как командир корпуса Очень много было репрессировано С С С С расстрельной статьей Очень важно Мы знаем Судьбы людей Которые потом Вышли в эту Так называемую Бериевскую амнистию Они Все таки Продержались И потом Они Все С большой гордостью Вспоминали Поскольку Многие оставили Горбатов Оставил мемуары Какие-то Дисков Что мы Нет Мы все таки Не признавали Мы Защищались С нами Было тяжело Потом Очень важно Было попасть Не в первую волну Потому что В первую волну Там не очень Можно было И оправдываться Во второй волне Уже работал Аппарат Это была массовая Компания Поэтому бросали Мелких следователей Которым Может и самим Не очень доверяли Если материал Хорошо пошел То человека Отправляли Параллельно с этим В органах МКВД Были Репризи То есть Разнобой Происходил И в этом отношении Если человек Не сломался И это Какая-то Трудность То потом Можно было попасть Под новую Компанию Компанию Разоблачения Ежовских следователей И в этом отношении Рокоссовский Когда его дело Рассыпалось Уже судья Новый Судья-то Старой формации Но в новых условиях Ему было Тоже приятно Так сказать Вот найти Такой случай Поэтому здесь И везение И возможно Кто-то попросил Но и Личные качества И сама эпоха Смена политики Сталина Сыграли Он потом говорил В интервью Что главное было Тогда Под этими пытками И под этими Изуитскими Всякими вопросами Так сказать Устоять И не признать Ничего Вообще Никакой вины за собой Если бы он Не дай бог Что-то там признал Тогда бы зацепились И захватили Так сказать Инициативу Вот он не дал им Инициативу Конечно Это большой кровью В буквальном смысле Далось Потому что И физические истязания Были Очень сильные И так он Выходит из тюрьмы И что Сразу Вот он В часть Почему Нет Подлечиться Подлечиться Да Он лечился До осени Генеральское звание Генеральское звание Вышло из войны Генеральское звание Генеральское звание И 37-го года Причем Это разделение Оно было И во второй И во второй ситуации Молодцом Во время Начальный этап Московской битвы Начальный этап Операции под Москвой Нужно было думать Уже об отступлении Это характеризует Конечно Рокоссовского Он всегда думал О том Не только Как ударить Но и как потом Выводить эти части Это сказалось Уже Вот в этой Знаменитой Гигантской Танковой битве Под Дубно-Ровно Начальный Самый этап Войны Где Ведь Ситуация была Почему еще Такой Трагически тяжелой Потому что В общем Планировали Конечно Что мы От границы Пойдем вперед И 9-й мехкорпус Для этого готовился И когда Выяснилось Что удар Наносит противник Да не в том месте Да совершенно не так Эти корпуса Заметались Их начали перебрасывать То в одно место То в другое По дороге теряя танки Ломались машины Оторвались от горючего От всего Рокоссовский сумел Сконцентрировать Свои части Вот вспомним Что в 20-м году Его обвиняли Что он наоборот Немножко растеряха Здесь он сумел Нормально сконцентрировать И нормально Наносить удары Так Чтобы танки Играли И потом От этого корпуса Тоже ведь в итоге Ничего не осталось Это было неизбежно Просто невозможно было Техника не могла Ездить на такие Расстояния На которые отступала Красная армия Но ему давали Вот эти разрозненные части Он их группировал Собирал Знаете Как хороший хозяин И наносил Эти удары И вот из этих остатков Он собирает Эти части Причем вплоть до того Что Собирая эти части Коллекционируя Можно сказать Ему приходилось Буквально убегать От наступающих Уже танков Он видел Не просто в бинокле А вот так Вот видел танки Которые идут Немецкие И приходилось Срочно Уезжать Объезжая Вот эти вот части Это тоже Его очень важная черта Еще один момент Ну который Достаточно хорошо Известен Это Рокоссовский Как выдающийся Стратег И здесь конечно Ключевой наверное Эпизод Известный из мемуаров Вот обсуждение Операции Багратион Которая сначала Планировалась Как простые клещи И Рокоссовский В данном случае Показал себя Как действительно Человек Внесший Определенный вклад Просто в историю Военного искусства Когда предлагается Не просто клещи А клещи клещей То есть мы сначала На флангах Делаем два Сталинграда А потом еще И образуются Огромные два прорыва И в середине Делаем еще Сталинград И при том Что эта идея Была очень смелая Это вызвало дискуссию Сталин там Его как известно Удалял из зала Подумайте еще Но я не склонен Считать что это Вот только Рокоссовский Придумал Потому что Над этим работали Штабы Это конечно И Жуков и Сталин В итоге одобрили Эту идею Но Но в какой-то момент Вот она возникла В голове У одного человека И Как мы сейчас считаем Это был Рокоссовский То есть Мы видим Сочетание Целого ряда Черт Которые Действительно Делают его Не единственным Выдающимся Полководцем Великой Отечественной Войны Но действительно В ряду первых звезд Все таки Ему принадлежит По существу Идея Предложить Паулюсу В окруженном Сталинграде Пожалеть этих людей Своих подчиненных И Выбросить белый флаг Он эту Идею пробивал Он эту идею Так сказать В конце концов Пробил Но другое дело Что Наших парламентеров Было договорено Что мы Выйдем С белыми флагами Несколько человек Будут В определенное место В определенное Так сказать Время Немцы Парламентеров Обстреляли И вот такая Губительная Так сказать Для немцев Для немецкой И для румынской И для итальянской Армии Катастрофа Начала 43-го года Последовала И далее Он этому Кстати Принципу Был верен Есть документ Опубликованный Уже 45-го года Когда он окружил Некий немецкий город Ну неважно какой И Предложил Сдаться Так сказать Потому что Сопротивление Бессмысленно Еще есть такая Прослеживаемая По его мемуарам Дело в том Что мемуары Были Подписаны Им Ну как бы Вертка В 68-м году Накануне Кончины Но они Естественно В те времена С большим Количеством Подцензурных Больших Больших Абзацев Эти подцензурные Абзацы В 80-е годы Уже были Опубликованы Вот это Знаете Качество Рокоссовского Хотя мы тут Как-то говорим Косвенно Что он Иностранец Полурусский Нет он конечно Не иностранец Он выступает Как патриот И причем В двойном смысле Как патриот Естественно Своя родина Которую он защищает Извините за такие Пафосные выражения Он защищал родину Да Но он был Патриот армии И он Его раздражало Это вот в мемуарах Очень хорошо зафиксировано Что Представители Ставки Жуков В частности Он не пишет Ну иногда пишет А иногда не пишет И генерального штаба Все время Вертятся у них Перед глазами И сковывают Инициативу Наверное Он то Рокоссовский Своим спокойным Голосом Но С таким Металлическим оттенком Он мог Осаживать Кого то А другие то не могли Командиры Командующие армиями Они рабели Перед Жуковым Понимаете Вот это вот Все время идет Такой рефренд Что Генеральный штаб Должен заниматься Глобальным планированием Мы занимаемся Здесь Не то что занимаемся Мы непосредственно Ведем боевые действия И вот все это Так сказать Его раздражало Но ему приходилось Это все Микшировать И с другой стороны Он сам Ему было присуще Рокоссовскому Такое качество Он сам выезжал На передовую Он был в войсках Он спрашивал Как Амбанирование Как снабжение Как питание Люди же в окопах Находится И его за это Как бы Не то что там Ругали Но ему Задавали вопрос Константин Константинович А вот Вы где должны Вы же должны быть На командном пункте А он говорил Что командующий фронтом Должен знать И это общение Не только с солдатами Но и общение С командным составом Давало ему возможность Лучше Вот эти Так сказать Свои операции Продумывать Потому что он знал Своего командира У него ведь Какой-то костяк был Вокруг него Все время За время его Командования Разными фронтами Вот костяк Вот эта команда Я извиняюсь За повторение Это очень важно Это вот Сколоченность Командного состава Это очень Много значило Еще одна Такая черта Вот эта Незлобивость Она проявилась В том Что уже На завершающем Этапе войны Когда Собственно Благодаря во многом Его командованию Пробили центральную Вот эту вот Часть То есть Вышли уже Непосредственно Границы в Германии И вдруг Сталин Дает распоряжение Командовал Рокоссовским Первым Белорусским фронтом То есть центральным Его Перевели На второй Белорусский фронт Чуть западнее Ну это Померанская Группировка Там Так сказать Он на побережье Балтийского моря Завершил Разгром немцев И он только Спросил у Сталина Это Почему вот Так Вы Меня так Сберлин Можно взять Ну тут видно Тоже был подтекст Нужен был Так сказать Другой может быть Человек по национальности И Хотя пишет Рокоссовский Что между ним И Жуковым Уже тогда Пробежала кошка Но на самом деле Вот из исследований Из воспоминаний Мы можем понять Что они были Они друг к другу Хорошо относились И в чем это Проявилось В частности Когда в 57-м году На Жукова То есть была опала Политическая Такая Она распространилась На Рокоссовске Рокоссовский Не участвовал В этой Знаете В этой травле Он отказался Климить Жукова Вот просто отказался И они остались Друзьями Ну это такой Конечно Знаете Очень личный момент Мы не можем вмешиваться Потому что люди Тут толковать Вот О их дружбе Потому что люди были Конечно Разного совершенно Воспитания Разного происхождения И по менталитету Совершенно различные люди Вот то что говорил Александр Владиленович Люди Которые экономят И не экономят Ну У Рокоссовского Все время Проблема Именно Сохранения Людского Состава И техники Сбережения Потому что Он всегда В чрезвычайных Ситуациях Бывал Потому что У Жуков Он Всегда имел Большие запасы Для него дивизия Это как бы Не единица Понимаете Несколько дивизий Несколько корпусов Все-таки У Рокоссовского Специфика боевых действий Диктовала Эту экономию Или экономность Понятно Что уставы Писаны кровью И об этом Постоянно напоминают Военным людям Так вот Рокоссовский Умел нарушать устав Внося Действительно Какую-то Творческую струю В ситуацию В частности Уставы Когда Как руководить Противотанковыми Частями Подразделениями Нужно их беречь Нужно их Вводить За пушку Прятать И артиллерия Навесом Бьет по танкам Рокоссовский Понял Что здесь Как раз Может быть Экономить не стоит Надо их Наоборот Вводить На танкоопасное направление И бить Прямой наводкой Он прямо В 41 году Начал нарушать Те нормы Которые вырабатывались Но они вырабатывались Опять Опыт Первой мировой войны Войны в Испании Он уже не годился И затем Рокоссовский пошел Еще дальше Во время Курской битвы Вот эти Можем сравнить Даже два этих Фланга Нашей армии Которые ведь Сначала держали Оборону Ватутин не удержал Рокоссовский Удержал Причем Удары Носились Достаточно сильно Из двух сторон И много Тому конечно Причин Но одна Рокоссовский Пошел на Грубое Нарушение Инструкций Он разрешил Артиллеристам Выкладывать Снаряды На бруствер То есть Немец Стреляет Видит снаряд Снарядные Запасы Должны находиться В тылу Но пока Ты их Дотащишь Скорострельность На вот этом Северном фасе Оказалась выше И Как говорится Просто танки Не дошли А на южном фасе Они Не просто Прорвали оборону Они увязли Битва под Прохоровкой Она же уже Находя В зоне Вклинения Происходила Война Кончается Начинается Большая политика И Мы конечно Можем Как-то Считать Эту ноту Может быть Не самой Симпатичной Что вот Человека Направили Понукать Этими поляками Хоть сам он Этнический поляк Но конечно Понятно Тут и внутриполитически Вмешались Да Но с другой стороны Понимаете Никогда Наша страна Не была так могущественна Как после Великой Отечественной войны Вот эти десятилетия Это нужно понимать Что ответственность На Москве Лежала ответственность За судьбы мира И это понимали все И это сейчас Может быть Даже и не хватает Многим народам В этом сейчас Люди уже Не таясь Говорят За пределами Нашей Сузившейся Родины И в этом отношении Поездка Поездка Рокоссовского В Польшу В качестве Министра обороны Кандидата В члены Политбюро И как Может быть Говорили Соглядаты Москвы Но Она же была Продиктована Геополитическими Обстоятельствами И действительно Именно Рокоссовский Создал новую Польскую армию Понимаете Польская армия До начала Великой Извините Польская армия До начала Второй мировой войны Это было много Самомнения После чуда на Висле Но это была По существу Как бы такая Финальная точка После которой Армия Ну не развивалась В смысле Военного искусства Они не ожидали Конечно Того что произойдет Первого сентября Они думали Что они будут Наступать на немцев И после этого шока Нужно было Восстанавливать армию Армия была По существу Партизанская Польский народ Мужественно сражался В армии краевой В армии людовой Это известно Но нормальные Современные Соединения Это все Создавали Наши офицеры Во главе С Рокоссовским В этом отношении Его роль была И конструктивной При этом Конечно Он пытался Даже говорить По-польски Что-то он помнил Может быть С детства Он учил Польский язык Но иногда Это приводило К таким забавным Эпизодом В частности Вот Историю Которую мне Рассказывали Сами поляки Что Может быть Это широко Распространенный Анекдот Но в академической Среде То есть Это не просто Слух Что Рокоссовский Иногда Подал смешные Ситуации Пытаясь Говорить по-польски В частности Вызов Секретаршу Он Сказал Я разобрамшись Докладай Разобрав бумаги Докладывая Раздевшись Докладывая Что вызвало Конечно Некоторый шок А возможные Какие-то слухи Учитывая его Все еще Импозантный Достаточно вид Но с другой стороны При всех Своих разногласиях С Хрущевым Мы конечно Должны понимать Что Рокоссовскому Политика Хрущева Не нравилась И Потом это Очевидно стало И после 1957 года Но Он был Солдат партии И в Польше Он четко Гнул линию Абсолютно Этого Не скрывая Москвы Что вызывало Большое раздражение Когда в 1956 году В Польше Пошли процессы Все-таки борьбы За большую самостоятельность В рамках Социалистического Лагеря Но за большую Самостоятельность К власти Пришел Гамул К сидевшей Кстати Как и Рокоссовский Тоже При Сталине То Рокоссовский Четко Информирует Москву Обо всех заседаниях Политбюро Они даже начинают Кучковаться Отдельно От Рокоссовского Потому что Понятно Что этот человек Он работает На систему А не на Вот Польскую Эту часть Владислав Гамулка Польский Польский Партийный Государственный Деятель Генеральный Секретарь ЦК Польской Рабочей Партии За критику Сталинизма В 1951 году Был заключен В тюрьму Освобожден В 1954 Ликвидировал Большую часть Коллективных Хозяев На селе Прекратил Преследование Римской Католической Церкви В Польше Смягчил Цензуру В конце 70-х Пытаясь Решить Экономические Проблемы Правительство Польши Объявило О повышении Цен На продовольственные Товары И энергоресурсы Начались Волнения В результате Которых Владислав Гамулка Вынужден Был уйти В отставку Был даже Такой эпизод Который Шокировал Поляков Они просто Вину Это ставили Рокоссовскому Ты член Нашего Политбюро Приезжает Хрущев Который Рвет И мечет Который Готов Вообще Неизвестно Как Повернулись Бы события Тут еще На венгерском Фланге Вы знаете В 56 Году Все было Очень опасно Который Готов В общем Двигать Войска На Варшаву Они такие Двинулись То есть Рокоссовский По существу Двинул Войска На Варшаву Но он Ждал Сигнала Конечно К началу Боевых Действий Без этого Сигнала Он бы Ничего Не предпринял Но вот Делегация Польской Партии Встречает Объединенные Рабочие Партии Встречает Хрущева И Рокоссовский Отделяется От группы Польских Товарищей Идет Хрущеву И просто Ему Докладывает То есть Какой-то Длинный Доклад У него На глазах У польского Руководства Конечно После этого Когда Договорились Гамулка И Хрущев В результате Очень тяжелых Переговоров Остановили Эти войска Потому что Против них Уже Рыли окопы Извините Внутренние Войска Поляков Которые Создавал В том числе Рокоссовский Были приведены В боевую готовность Договорились Этот конфликт Был улажен Миром Но Ценой Конечно Удаление Рокоссовского Это было очевидно Что Новые отношения Которые установила Польша В этот момент Советским Союзом Отношения С некоторыми Признаками равноправия Требовали удаления Но все равно Маршал сделал свое дело Он сделал свое дело Абсолютно И более того И в урегулировании Конфликта Тоже Потому что для него Это была личная трагедия Если бы в итоге Его пребывание здесь Польский народ Был утюжили танками Конечно И следующий Поворот Его биографии Заместитель Министра обороны То есть Здесь Кстати Без Жукова Это не могло быть решено И Кошка Она бегала Наверное Во время Великой Отечественной войны Но в этот момент Конечно Они действительно друзья Они команда Он становится Генеральным инспектором То есть Это очень важная должность Это не группа Генеральных инспекторов Которые там Синекура Это Маршальская А это Реальное инспектирование Войск Не случайно Хрущев удаляет его В октябре 57-го года И Рокоссовский Действительно Не стал участвовать В травле Но Это И понимание Хрущевым Что В общем Они команда Некоторые опасения И затем После проверки Его возвращают Но Уже Прежнего Доверия Как при Жукове У Рокоссовского Не было Его сделали Даже кандидат В члены ЦК В 61-м году Ну Как бы По должности Положено Но Хрущев Подумывал уже О том Чтобы его убрать Более того К нему ведь Приходили не только На Жукова Чтобы он что-нибудь Написал Но и на Сталина Так он и на Сталина Отказался Что для Команды Хрущева Было конечно Неприятно Потому что Это человек Пострадавший лично Который мог бы стать Таким Знаменем Антисталинской Компании А он По некоторым Воспоминаниям Таким устным Скал Ну Сталин для меня бог В какой-то День рождения Сталина Во время войны Сталин его Пригласил К себе на дачу Там были члены Политбюро И Сказал ему так С бокалом Подошел И сказал Мне Известно Что мы вас обидели Вот Имеется ввиду Репрессии Что вам там Было тяжело И начал Предлагать Выпить То есть Чокнуться А по грузинскому Обычию Знак уважения Это бокал Того Кто предлагает Тост Должен По своему уровню Быть ниже Бокала Того За кого Пьются Тут Рокоссовский Свой бокал Опустил И так Они эти бокалы Опускали Что Вынуждены Были поставить На пол То есть Сталин При Присутствии Членов Политбюро Ну скажем Наверное Это был 44-й год Скорее всего Публично Извините Публично Как бы сказал Что я Вам Приношу Свои Извинения Ура 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 Время нашей передачи Истекло И мы Вынуждены Попрощаться С вами А С нашими Телезрителями Мы встретимся Ровно через неделю Чтобы продолжить Наши экскурсы В историю Как всегда В поисках истины Всего доброго Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Корректор субтитров